в этот момент в этом году в этом году и в пикнике в принципе при этом в сфере в сфере в когда сам себе контент не напилишь никто тебе контент не напилить Выходили первые романы Бориса Акунина про Фондорина. И все-таки кто такой Борис Акунин, кто такой Борис Акунин. А в какой-то момент кто-то узнал, кто такой Борис Акунин. Короче, у него взяли интервью уже непосредственно у Григори Георгий Чехартхашфили. И он спросил, типа, а что вы взялись писать «Детективы»? Он говорит, вы знаете, я все прочитал «Детективы», и мне нечего стало читать, поэтому я стал писать сам. Вот, я как Борис Акунин. Меня зовут Василий Уткин, да, и сегодня я в костюме Бориса Акунина, это не случайно. Я посмотрел кучу всяких, ну, были тяжелые рабочие процессы, ты в рабочий процесс включаешь видео и смотришь. В смысле, слушаешь как подкаст, там люди что-то общаются, там друг с другом разговаривают, а ты как бы слушаешь и работаешь. Я что-то за последние два дня, мне кажется, посмотрел весь интернет. Вот, ой. И, короче, это чудовищно скучно. Смотреть это все невозможно. И самое главное, это такое прям реально то, что вот у Дулеза и Гватари по поводу невроза люди не могут смириться с невыносимой реальностью и заговаривают ее, проговаривают какие-то снова и снова одни и те же заклинания. Вот, при этом они эти заклинания-то, конечно, проговаривают, но ты когда у них как бы, ну, не то, что у них спрашиваешь непосредственно лично, напрямую. Но мы все время упрекаем Z-патриотов в том, что они не делают следующего шага. Они все время говорят, вот, значит, всю армию разворовали. И ты такой ждешь, что они сейчас скажут, и там, значит, Шойгу разворовал всю армию. Там, значит, Герасимов, где снаряды? Снаряды, вот это вот все. И ты такой ждешь, что сейчас вот как бы люди сделают следующий шаг и скажут, что во всем виноват. А они такие, это все либералы во власти. Это такой, да, блядь, либералы. Но с либералами, которые не во власти, а которые уехали, примерно та же самая херня, потому что у них то же самое. Вот, мало чем отличаются от Z-патриотической. В смысле, другая логика, другая логика, но вот, как это сказать-то, слова, песня та же, поет она же. Слова другие, мысли другие, а вот эта вот структура, стратегия та же самая. Я вчера смотрел, значит, разговор Владимира Милова с Нинора Сибашвили, а они там, значит, и Милов в очередной раз, это вот Милов Бинга, если Милов за выступление не сказал, что он пообщался в кулуарах с важными людьми, вот, то считай, что вообще выступал зря. И вот он в очередной раз пообщался в кулуарах с важными людьми и говорит, типа того, что, ну да, 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 Путин уже, да, все, уже списанный, списанный, вторая, как-то отработанная ступень, отрезанный ломоть, списанный, значит, со счетов, и, значит, да, 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 все уже понимают, что Акела промахнулся, и, как бы, то есть, ну, все уже, да, то есть, ну, там, ну, как бы, там уже ловить нечего, все уже, все, все уже понимают. Я пообщался в кулуарах с высокими, значит, с важными людьми, никто вообще уже не ставит на Путина. Вот с российскими чиновниками я пообщался в кулуарах, да, значит, Милов говорит, Нинора Сибашвилина. Что Расибашвили его спрашивает? И когда вот нам ждать, так сказать, отставки, стрельбы в бункере, чего-нибудь, вот, когда нам ждать, спрашивает Нино у Владимира Иванова. Владимир Иванович, ну, это не быстрый процесс, это такой, ну, блядь, да что ж такое-то? Вот, а сегодня я слушал Михаила Фишмана. Я, слушайте, я, конечно, ну, как-то не очень красиво это с моей стороны сейчас, то, что я сейчас скажу, будет не очень красиво с моей стороны, пятиминутка токсичности, вот, ну, слушайте, я не понимаю, почему Михаил Фишман, я сколько на него смотрю, я вот не понимаю, почему у человека такая прическа. Ну, он же реально похож на главу ячейки лесбиянок-коммунисток, вот, лесбиянки за социализм, вот у него вот это вот его прическа. И они, как бы, нехорошо обсуждать внешность людей, я это прекрасно понимаю, но, как бы, если там, извините, человек родился с каким-нибудь, вот, носом, например, как у меня, да, мне мой нос не нравится, я, как бы, вот, как-то другую, может быть, форму бы хотел. Или вот у человека вот так вот уши торчат. Это одна история, но прическу можно исправить достаточно быстро. Почему Михаил Фишман ходит все время с такой прической? Господи, это так, просто в сторону, ну, правда, реально. Вот, значит, он тоже, это абсолютно та же самая история, что у Милова. Я сегодня целый день слушал это, слушал, потом думаю, да я бы твоя мать. То же самое, значит, все, Путин проиграл, значит, это роковая ошибка. Она, ну, та же, вот, Нинора Сибашвили у него спрашивает, это вот, что он говорит? Это роковая ошибка, а вот это, это тоже роковая ошибка. И вот это, и вот это тоже роковая ошибка. Все кругом роковая ошибка. Я сижу это все слушаю и говорю, так, а ты, если все кругом роковая ошибка, и Путин это сочиняет, ты уже билет-то обратный в Москву купил? Ты что сидишь там? Как бы, очень хочется, вот как к зет-патриотам мы пристаем, я пристаю со словами, а где вот это вот, как бы, вот если Шойгур все разворовал, Герасимов, где снаряды, и, значит, армия наша проигрывает, потому что во власти у нас, значит, коррупция. Где следующий шаг? Где вот это вот? Почему, грубо говоря, вы не берете расследование ФБК про виллу какого-нибудь министра здравоохранения в Испании, да? Вот, и, как бы, не говорите, какого хера министр здравоохранения купил виллу, да, вместо того, чтобы мы, значит, не знаю, там, купили снарядов. Вот как мы пристаем к зет-патриотам с этим идиотским вопросом, да, то есть, кто назначил министром обороны Шойгу, человека, у которого нет вообще ничего? Не то, что у опыта, у него и мозга-то нет. Хотя нет, мозга нет у золотого. Также, мне кажется, надо приставать, уже начинать к либералам со словами, если вы говорите, что дни Путина сочтены, то вы должны это говорить с билетом в Москву, с купленным билетом в Москву. Если вы билет в Москву не купили, тогда не надо говорить. Если, ну, извините, конечно, пиздеть, не мешки варочить. Это было лёгкое, это было предуведомление. А это была моя версия нытья. Вот, на самом деле, у нас сегодня книжный блок. Где наш книжный блок-то? А, вот он. Я книжку поделал. Вот, я давно уже прочитал вот эту книжку. Вот. Но я всё это время сидел и ждал, когда сойдёт раздражение по поводу этой книги, потому что книга как-то бесит. Вот. Очень бесит. Сейчас буду рассказывать, что меня в ней конкретно бесит. Значит, это что-то такое, да? Рустам Александр. «Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе». Закрытые. Значит, это вот такая вот книга. Мягкая обложка. Что-то стоила она, по-моему, рублей 400, когда я её покупал. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Плюс-минус, ну что, да, 300 страниц. Довольно крупный шрифт, читается легко и быстро. Конечно, большие расстояния между строчками. Я её прочитал-то, ну, господи, ну не за 4 дня, но довольно быстро на самом деле. Не потому что она очень интересная, а потому что там большие расстояния между строчками. Значит, книга вышла, собственно, чуть ли не, по-моему, в конце 22-го года. Короче, она вышла уже после начала войны. Вот. И все очень сильно удивились тому факту, что вот у нас тут с одной стороны война, а с другой стороны выходит книжка, которая позиционируется как исследование жизни геев в Советском Союзе. И все-таки, как это, блядь, она вышла-то, что? Ну, вышла и вышла. Её даже как-то сильно, по-моему, там не запретил никто. И она когда вышла, я несколько раз натыкался на, ну, часть, так сказать, рекламы, часть продвижения этой книги заключалась в том, что опубликовали, по-моему, вторую главу из этой книги. Прям полностью её опубликовали. Глава на самом деле прикольная. Значит, это история про шотландца, который приехал, там, типа, в 23-м, 24-м. Короче, парень родился в Шотландии. Мама, как-то там, ну, очень всё так это, вот, рабочая семья. Мама, доярка, папа, шахтёр, что-то такое. Я не помню точно. Но он при этом хорошо учился, выучил несколько языков, отучился на журналиста и поехал, и будучи геем, поехал в Советский Союз строить коммунизм. Вот, прям вот такой вот. В Москву поехал. Вот, что значит, будучи геем? Потому что, значит, Россия с, там, с 17-го по, по-моему, 33-й год была, видимо, единственной страной в мире, в которой гомосексуализм не был криминализирован. Гомосексуальность не была криминализирована. Вот. И поэтому, собственно, он и поехал. Это была одна из причин. Как получилось? Значит, при царизме гомосексуальность была криминализирована. Когда пришли к власти большевики, значит, они отменили полностью уголовный кодекс, который вот был при царизме, и приняли свой. И как бы вот статья за мужеложество, она-то не попала. Как бы, ну, как бы на хрена вообще она нужна? У нас новое общество, новый мир. Мы будем теперь... Мы будем счастливы теперь и навсегда. Как же меня бесят пергинские насекомые. Слава богу, лето заканчивается, и я перестану жить в окружении бабочек, жуков, клопов и кузнечиков. Сука, я живу на третьем этаже, у меня до третьего этажа и бабочки долетают, какие-то жуки майские прилетают. Причем майские жуки прилетают круглый год. Ну, комары, понятно, тут пауки. Заебалом. Да, в общем, короче, вот и был шотландец, он приехал в Советский Союз, значит, работал в московских новостях, что-то такое, короче. Ну, русский язык работал в московских новостях. Это я все продолжаю пересказывать вторую главу, которую опубликовали вообще все в рамках продвижения книги. Так сказать, вот, типа у нас тут книжка вышла, посмотрите, какая-нибудь. Честно. Познакомился с парнем, значит, в какой-то момент парня арестовали. Он пошел в... тогда это еще не НКВД, а ОГПУ. Пошел в ОГПУ спросить, типа, а где мой парень? Вот. Типа, вы его арестовали, потому что он гей? А они говорят, у нас нет такой статьи в законе, да, поэтому если мы его арестовали, мы его арестовали, может, потому что он враг народа, но точно не потому что он гей. Он говорит, а, шотландец такой, типа, здрасте, я шотландец, я шотландский коммунист, я гей, значит, где мой парень? Вот. Ничего, короче, он от них не добился и решил написать письмо Сталину. Прям натуральное такое, прям, вот, письмо от руки. Ну, я, может, напечатал его на машинке. Значит, написал письмо Сталину. И, собственно, вот, это была одна из тех вещей, которые очень так, прям... А там хорошее такое большое длинное письмо, типа, здрасте, я коммунист. Вот, значит, не имеет никакого отношения строительство коммунизма к сексуальной ориентации, вообще к сексу никакого отношения не имеет. Коммунизм, это молодость мира, его возводить молодым. Короче, вот он написал большое письмо Сталину и отправил его. Хотя главный редактор сказал, слушай, я бы на твоем месте не отправлял. Он, пожалуй, еще посоветовался со своим главным редактором, говорит, я бы на твоем месте письмо-то Сталину бы не отправлял. Он отправил письмо Сталину, вот, что, мол, типа, что происходит? И, как бы, вопрос был в том, что, типа, есть ли такая статья, появилась ли статья замужеложества, потому что какие-то смутные слухи ходили. Вот. Значит, если есть, то какого хера, если нет, то что происходит? Ну, примерно вот, как бы, в таком ключе. Причем из книги мы знаем, что Сталин это письмо видел. Не знаю, там, читал или не читал, но, видимо, прочитал. Потому что там, как бы, автор говорит, что, типа, у Сталина писали много. И был отдельный отдел, который занимался чтением писем, которые отправили к товарищу Сталину. И, значит, какие-то письма шли сразу в архив, какие-то письма там, например, направлялись в нужные отделы. То есть, если там, не знаю, ты жалуешься на то, что у тебя сломался лифт, да, то не Сталину, да, а вот в ЖЭК переслали письмо. Вот. А какие-то непосредственно попадали в Сталину, он их читал. И, типа, того, что, вот, как бы, вот это письмо шотландского коммуниста, оно есть в архиве с пометкой Сталина, типа, того, что идиот-дегенерат в архив. Что-то такое, короче. Вот. Значит. Значит, и потом, еще через какое-то время, собственно, главный редактор уже приходит к своему вот этому вот подчиненному шотландцу и говорит, тут, короче, такое дело, судя по всему, закон криминализующий. Мисексуальность ввели. Куда ты? Ушла. Вот. А, собственно, как было дело? Они... Ну, чего ты, собака? Как было дело? Это, по-моему, типа, 33-й год, значит, есть определенный, там, донос, ну, не донос, как-то доклад, доклад, правильное слово, доклад Сталину, что, мол, типа, какие-то подозрительные геи собираются и собираются в группы по пятером, по шестером и как-то неправильно себя ведут. Вот. Надо бы этим заняться. И, собственно, да, с этого момента тайным каким-то вот, ну, таким, его не оглашают, его не публикуют в российской газете. Вот. Появляется еще, появляется статья в уголовном кодексе, принимается статья в уголовной кодексе, в кодексе, который криминализует, значит, добровольный акт сексуальный между двумя мужчинами пять лет, недобровольный изнасилование, значит, восемь лет. Причем, в случае добровольного акта на пять лет отъезжают оба, вот, кто, как бы, занимается сексом. Не так, что вот один, а второй нет. То есть, если там еще будет несколько историй в книге про чувака, который, там, донес на кого-то, и обоих посадили, вот, он думал, что раз он несет, сдаст с подельника, то, значит, его не посадят. Ему говорят, извини, чувак, нет, у нас закон такой, вот. В общем, вот эта вот статья в уголовный кодекс была введена, но тайно, никому об этом не сказали, вот. И, значит, вот этот вот наш шотландец, он сходил в ОГПУ, спросил, где мой парень, ему говорят, вашего парня посадили не потому, что он гей. Потом, значит, он написал письмо Сталину, потом к нему пришел его редактор. Редактор, ну, я сейчас, может, я сейчас ошибусь, может, там, последовательности, ну, короче, к нему пришел его редактор, говорит, типа, что у нас тут, оказывается, на самом деле, эту статью ввели. Вот. И он, по-моему, еще раз сходил в ОГПУ, спросил, типа, того, что такой все-таки парень, потому что он гей, ну, упорный был шотландец такой, вот, потому что он гей, все-таки вы его арестовали и посадили. Они говорят, да, вообще у нас ты криминализованный, я бы на вашем месте не ходил бы, не говорил на каждом углу, что вы гей, хоть и шотландец, вот. Значит, хоть и в юбке, хоть и в килте. В общем, короче, парень собрал вещи и в тридцать четвертом году уехал из Советского Союза. И на этом вторая глава заканчивается, значит, и, соответственно, промо-акция книги Рустема Александра тоже заканчивается. Сейчас налью кофе и расскажу, что, блядь, с этой конкретно книгой не так. Ага-га. Что ты, что ты, собака, ну, что с тобой такое? Да, значит, ой, я налил себе кофе, рассказываю, почему мне эта книжка не очень, ну, не очень, не очень, очень не понравилась на самом деле. Прям вызвала много... Много раздражения. Ну, основная история следующая. Не так много исследований, то есть, если вы можете после этого отключиться, да, в чем основная претензия? Не так много исследований, подобного рода билетаризированных исследований про жизнь геев в Советском Союзе. Их, ну, правда, их не так много, как по сравнению с, там, исследованиями на других языках. И, как бы, исследованиями на других языках в других странах, да, вот в Советском Союзе, как бы. Чтобы можно было так плохо делать эту работу. То есть, это исследование, даже, наверное, не категории B, категории C по уровню, вот как фильм бывает, A, B, C, да. Значит, это вот примерно, это даже не категория B, это категория C по качеству того, как это сделано. Вот. И, как бы, это, в общем, такая прям, ну, до определенной степени меня очень удивило в том смысле, что вот книжка вышла, все про нее написали, смотрите, какая замечательная книжка вышла. И после этого просто всех отрубило. То есть, как бы, почему это не возбудило никакой новой дискуссии, никто не стал обсуждать книгу, никто не стал, значит, как-то, я не знаю, ну, вот, ссылаться на нее. Она просто пропала из общественного разговора. То есть, про нее, условно, неделю все говорили, смотрите, какая книга вышла вот прямо сейчас в России, да, исследования, исследования, а потом просто бум, и все испарилось. А почему испарилось-то? То есть, как бы, вообще, это хорошая была бы история. Пока условный Путин рассказывает всем про трансгендеров, да, вот, как в Европе, значит, детям насильственно меняют пол, ну, как бы, вменяемые люди вполне могли бы на эту тему поговорить с автором, поговорить со специалистами. Такой, ну, нет другого секс-просвета, да, ну, нет других забот. Давайте хотя бы вот через Ютуб можно было бы, да, проговорить какие-то важные вещи на эту тему. Прямо человеческим языком, человеческими словами. Вот. А тут, как бы, просто вот растворилось в воздухе. И меня это очень удивило. Ну, собственно, меня это удивило, а потом, как бы, я прочитал книгу, мне стало понятно, почему это так произошло. Потому что это очень плохая книга. Ладно, окей, может быть, я, ну, так это, я гиперболизирую, может быть, она не... Ну, ладно, да, будем считать, что это гипербола, но не очень хорошая. Вот. Очень плохая не в смысле, что она плохо написанная, а очень плохая, потому что в смысле, что она плохо написанная, как исследование плохое. И это хуйня на самом деле. Значит, как выглядит книга? Она разделена на эпохи. То есть... Сейчас, секунду. Ну, вот, значит, при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве. Да, вот, собственно, четыре части. В каждой из них несколько глав. В каждой из них рассказываются истории. И, значит, ну, вот, там проблема, вот, история про шотландца, который написал письмо Сталину, она прикольная, интересная, билетризированная, это хорошая статья. Вот. Но это не часть исследования, это просто, как бы, интересная иллюстрация. Она вообще... Ну, то есть, мы не можем сказать, что, вы знаете, судьба вот этого шотландца, она архетипична для всех русских геев в Советском Союзе. Это вообще, блядь, не так. Да, русские геи могли уехать в Советском Союзе только в одну сторону. Вот, в Шотландию они точно не могли уехать. Поэтому, как бы, это интересный пример, интересный анекдот, на самом деле. Это реально интересный анекдот, интересная история. Но это нихуя не часть исследования. В чем, собственно, проблема? А их, как бы, две. Значит, первая часть этой проблемы выглядит следующим образом. Мы не идиоты, мы не живем в горах. Это не единственная книга в мире. И такая, что, вот, типа, вот, до этого никто ничего подобного не писал, никто ничего подобного не делал. Есть масса исследований. Исследований билетризированных, исследований научных. Очень научных, не очень научных. Я вот просто пошел, пока кофе налевал, принес с собой эпоху надзорного капитализма. Шошанна Зубов. Вот такая. Вот я ее все еще и читаю. Вот. Она, это хорошее исследование с цифрами, с фактами, значит, с цитатами из интервью большого количества народу. Видно, что человек работал с источниками. То есть человек скачал весь YouTube, человек скачал весь интернет, разбил на папочки, значит, все разложил. Но при этом это исследование начинается с очень, очень простой, там, буквально, по-моему, страниц 50, на самом деле, в самом начале. Это история одной конкретной семьи в Испании, которая, значит, столкнулась с проблемой, которую ей создал вот этот, там, условно, Google. Да? То есть вот нам рассказывают, вот смотрите, вот живые конкретные люди. У них появилась вот такая проблема. Эта проблема появилась потому что международные корпорации. А сейчас я вам расскажу, что конкретно делают международные корпорации. И дальше, собственно, на протяжении остальных 800 страниц. То есть первая история, первая, это конкретная история конкретных живых людей. Может быть, даже она в финале к ней вернется. Она расскажет, чем эта история закончилась. Но потом начинаются цифры, факты, подробности. Вот здесь мы, значит, про Pokemon Go рассказываем. А вот здесь мы рассказываем про то, про Google Maps, как они повлияли, что они для этого сделали, кому они заплатили. И где коррупция, и, значит, как они на этом зарабатывают. Это как бы просто такой пример. Но на самом деле, вот условно, чем отличаются западные исследования от российских исследований, тем, что западные исследования, они примерно все так и выглядят. Вне зависимости от того, что вы читаете. Вот это может быть 800-страничная Шишана Зубов с эпохой надзорного капитализма. Или это может быть статья в Нью-Йоркере, которую, я недавно просто читал статью в Нью-Йоркере про то, как Marvel изменил кино. Та же самая структура. То есть рассказ про то, когда какие конкретно фильмы выходили, сколько денег они заработали. Рассказ про то, как вообще начиналась вся эта история. Сначала это был офис Marvel, который должен был заниматься кино. Но это сначала три человека где-то в подвале, а потом это огромное здание посреди, значит, Манхэттена. Ну, совсем грубо говоря. А там, значит, в Голливуде они, у них уже огромный небоскреб, это все Marvel. Интервью с артистами. Биографические справки про продюсеров, которые им дали деньги, и которые сейчас стригут основные купоны. И заканчивается статья про Marvel тем, что девушка берет интервью буквально на эскалаторе. Девушка-автор берет интервью буквально на эскалаторе. Она поднимается в торговом центре в сторону кинотеатра на эскалаторе. И перед ней там стоит, я так понимаю, парень. Она с ним начинает разговаривать. Он говорит, что я хожу в кино условно там два раза в полгода. И это всегда фильмы Marvel. Да, вот она как бы с ним... Что тебе дает Marvel? Почему ты ходишь именно на эти фильмы? Чем они тебе так нравятся? Вот он ей рассказывает что-то. Ну, как бы, это не то, что это идеальная структура, да? Но это привычная структура. Вот, как бы, ты как минимум ожидаешь от автора, который будет исследовать какой-то вопрос, ты от него ожидаешь какой-то такой вещи. Ты ожидаешь какой-то частный рассказ про конкретного человека с его частной судьбой. Ты ожидаешь каких-то обобщенных цифр исследований. Ну, чего дается? Ты хочешь пойти на балкон? Хочешь пойти гулять? Гулять пойдешь? Да, это не пойдет. Вот, значит. Ты ожидаешь работы. Что ты получаешь в случае с книгой Рустема Александра «Закрытые»? Если я все правильно понимаю. Значит, во-первых, книга концентрируется вокруг того, что называется конверсионной терапией. В Советском Союзе было, типа, двое психиатров, наверное, можно сказать, что... Ну, на кого они могли учиться? Наверное, на психиатров учились. Двое психиатров, которые занимались вопросом лечения сексуальных... Девиации, отклонений, да. Ну, вот, проблемы. Вот, значит, они занимались изучением и лечением. Работали... Ну, то есть, сначала был один мужик, а потом у него ученик был. То есть, вот, собственно, при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве. И, судя по тому, из чего состоит книга, автору в руки попал архив людей, которые проходили вот эту конверсионную терапию. Потому что все истории, так или иначе, связаны непосредственно с... С именами этих врачей. Вот. Есть несколько историй, вот, типа, шотландца и, например... Ой, это... Артист, который... Как Козин, да, как певец, которого катали в Магадан. Вот. Вот несколько таких историй есть. Буквально три-четыре на всю книгу. А все остальные истории, это истории про людей, как они пытались, значит, бороться со своей гуманской самостью. Нет никаких цифр, нет никаких обобщений, нет никаких графиков, диаграмм, нет никакого исследования. Есть своими словами пересказ истории людей, которые, значит, вот парень, спортсмен-комсомолец, красавец-спортсмен-комсомолец, значит, начинает проходить терапию, значит, вот какие там записи из его дневника. А вот другой парень, значит, вот у него такая история, родился, женился, завёл ребёнка, не знаю, там, ушёл в армию, кому-то там пристал, например, да, его убили. А вот третья история, значит, мужчина, т-т-т, туда-сюда, приехал туда, приехал сюда, значит, начал, значит, эту вот всю конверсионную терапию. Ну, это не исследование. Да, то есть это, еще раз, это набор открыток, это набор анекдотов, это набор частных историй, которые нельзя... Во-первых, это не очень интересно, потому что у людей, в общем и целом, это довольно банальные истории. Этих историй много. Мы можем перенесить историю человека, который, ну, вот парень там, значит, живет, не чувствует влечения, пытается встречаться с девушками, не чувствует влечения, значит, начинает искать, что с ним не так, находит там, а папа у него врач, он в книге у отца, в энциклопедии находит слово «гомосексуальность», начинает изучать, короче, тар-тар-тар-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. В любую страну перенесите, необязательно жить в Советском Союзе, Советский Союз только добавляет, я не знаю, что он добавляет, иронию судьбы и и гимн Советского Союза по утрам. Не знаю, что он добавляет, ну, добавляет вот просто... Он просто... Это декорация. А в принципе, как бы эту историю можно... На дворе 1967 год. Да куда угодно можно перенести. Во Франции то же самое было, в Англии то же самое было, в Нью-Йорке то же самое. Ну, может, в Нью-Йорке не было, а в каком-нибудь там, не знаю, Солд-Лейк-Сити было. То есть это не то, что это универсальная история, она слишком банальна, чтобы её пересказывать, чтобы ей посвящать отдельную главу. Там, с одной стороны, есть шотландец, у которого сверхуникальная история, а с другой стороны, все остальные истории, они абсолютно банальны по той простой причине, что это могло быть с кем угодно. Вот эти все банальные истории можно было спрессовать непосредственно в исследование. Столько-то человек прошло через конверсионную терапию, столько-то человек там, условно, пришли к такому-то результату. Короче, вот в этом смысле это не исследование. То есть если мы говорим о том, как должно выглядеть исследование, это не исследование. Поэтому, когда там на книжках, например, как-то вот её рекомендуют, что вот, мол, типа это такая, рассказывает о Советском Союзе через жизнь людей, которых в социалистическом государстве официально не было, гумскала, вынужденных из-за статизма выросла, подавлять себя или жить подпольно, рискуя отказаться, запертые во враждебной среде, но и в таких невыносимых условиях искали пути к выживанию и к счастью. В общем, короче, вот. Вторая проблема с этой книгой выглядит следующим образом. Книга очевидна, ну там это даже, ну ладно, не очевидно, там это написано. Книга изначально была написана на английском языке, а потом её переводили. Видимо, без участия, ну, то есть есть отдельные переводчики. В смысле, автор, наверное, участвовал, но есть отдельные переводчики, которые, значит, поучаствовали, так сказать, в переводе непосредственно. Вот. Я не знаю, как это работает на самом деле. Ну, то есть, как бы, я понимаю логику, что вот, когда ты живёшь во Франции, да, то для тебя история Франции, она более, ты её изучаешь более подробно. Если ты живёшь в Англии, то для тебя история Англии более подробная, да. То есть, я примерно представляю себе, что там вот у Генриха VII была, значит, жена Анна Болейн, например, да, а англичанин, по идее, должен, ну, плюс-минус их всех назвать, кто у него там был и в каком порядке, да, кто на ком стоял. Вот. Хотя это, ну, условно, не самая принципиальная история. Мы понимаем, что более важная была история то, что в связи с Анной Болейн, он перестроил, он, Генрих VII, перестроил эту вот религиозную систему в Англии. Ну, грубо говоря. Ну, вот. Начал реформ... Как это? Реформ... Реформирование начал. Реформы начал. Религиозная система, как была устроена Англия, т.д. Ну, то есть, ну, примерно, ну, то есть, как бы, окей, я не знаю остальных жен Генриха VII, но плюс-минус я знаю, как бы, зачем это было нужно, и что их была, там, что-то, что-то, я знаю, Анна Болейна, и что было еще несколько, по-моему, там штук семь их вообще всего было. Вот. Книга, вот эта вот закрытая, у нее периодически проскакивают крайне странные вещи, которые стоят в тупик. То есть, ну, там есть фраза, например, типа того, что Ленин умирает в 24-м году, и Сталин захватывает власть. Какое-то такое вот предложение буквально, и типа того, что вот там Ленин умер в 24-м году, Сталин захватил власть, и вот, и все завертя. Это не так. Ну, в том смысле, что, да, Ленин действительно умирает, Сталин действительно захватывает власть, но этот процесс, он был, скажем так, он был несколько иначе. То есть, если вы упоминаете этот факт, да, по каким-то причинам, то надо рассказывать-то его правильно, там было не так. То есть, Ленин не умер внезапно, да, он как бы некоторое время долго болел, потом, значит, и был заперт на даче, где, собственно, потом под присмотром уже под охраной у Сталина, его как священное животное держали. Он, в принципе-то, не участвовал в управлении страной. Сталин не захватывал власть, он, скажем так, сделал невозможным вариант передачи власти кому-то другому, кроме него. Да, он выстроил эту систему бюрократическую, которая, в конце концов, за него и проголосовала, а потом он всех остальных убил. Если вы это пишете, то есть, как бы, я понимаю, окей, вы это пишете на английском языке для англичан, для американцев, для французов, да, значит, ну, как бы, и мы исходим из мысли, что они не посвящены настолько подробно в историю, как было на самом деле в случае, там, вот, с переходом власти от Ленина к Сталину. Возможно, я сейчас привязываюсь, но меня прям реально что-то как-то выбесила эта история, вот именно вот про вот этого Ленина и Сталина, что Сталин захватил власть и как бы еще завертелось. Если вы рассказываете эту историю англичанам, так мне кажется, да, то, наверное, все-таки, ну, имеет смысл ограничиваться не одним предложением. Если вы предполагаете, что англичане этого не знают. Опять-таки, ну, не знаю, но мне кажется, что, во-первых, книги читают люди, которые умеют читать, во-вторых, книги о жизни гомосексуалов в Советском Союзе, ну, как бы, что, прям на улице человек подойдет, такой, да, я всю жизнь хотел... Нет, это вот, это довольно специфическая литература, специальная, которую люди будут, ну, очень специальные люди будут читать, которые интересуются Советским Союзом и гомосексуалами, как бы. Ладно, сейчас шок кофе налью. Да, короче. Меня всегда, всегда-всегда-всегда, никто-никто сказал, он свежая, не скрывать. Меня всегда раздражает, когда с читателем обращаются, как с недоумком. Вот, то есть, если вы считаете, что ваш читатель идиот, есть варианты, когда все разжевывают так, что, типа, по два раза человек рассказывает одно и то же два раза. Вот, есть варианты, когда человек, с человеком обращаются, как с идиотом, в том ключе, что вот ему какие-то сложные вещи пытаются представить какими-то очень плоскими и, ну, как-то не недвусмысленными, но, как бы, очень не... Человек даже не пытается сделать вид, что там как-то все сложнее устроено. Вот. Это очень сильно всегда раздражает, потому что это, ну, прям такое ощущение, что ты идиот, с тобой разговаривают, как будто ты пятилетний. Вот. И, как бы, вот это одна из таких... То есть, вот эта книга про закрытых, это, с одной стороны, набор банальных, не очень интересных историй, которые мало... в определенной степени мало общего имеют. Ну, то есть, ну, нельзя сказать, что, знаете, это вот прям вот только в Советском Союзе такое было, а в других местах нигде не было. Нет. Это, как бы, вот убери... Поменяй декорации, поменяй вот этот вот задник, и у тебя будет абсолютно та же самая история, просто вот тут у тебя Петр, а там у тебя будет Павел. Там у тебя будет условный кунь-джон. Вот. Как бы не уверен, что можно вот так вот выходить и говорить, что вот сейчас я вам расскажу, как вот, как жили геи в Советском Союзе. Они, блядь, жили точно так же, как и все другие. Геи жили в 70-е годы вообще по всему миру. Вот. Раздражает вот в этом... вот в этой манере упрощать и разговаривать с читателем как с идиотом, раздражает еще вот какое. Автор очень много вещей. Он там... Он это проговаривает в предисловии, что, как бы, некоторые вещи я реконструирую. То есть, вот как бы там... Мы знаем, что диалог между этими двумя людьми случился, но мы не знаем, что за диалог, поэтому я, как бы, этот диалог придумал. И ты, как бы, такой думаешь, ну, ладно, ну, пару раз, может быть, может быть, там действительно какой-то действительно очень важный диалог. Вот. Но это билетаризованные истории между... Как там, значит, мальчик поругался со своей девочкой, что конкретно она ему сказала. Это такой... Зачем это? Ну, вот конкретно реконструкция этой ситуации, она вообще зачем? Зачем вот эти истории про... Что конкретно она ему сказала? Короче, ладно. Я просто... Я загнул некоторое количество уголков. Здесь есть момент. Вот, собственно, такое немножко объяснение того, что я пытаюсь сказать. У меня как-то... У меня с Рустемом Александром, как у Бородского советского... У кого там были разногласия с советской властью? Чисто стилистических. Вот, значит. Вот просто текст из книги, да. Значит, это про... Это про нулевого пациента, который привез СПИД в Советский Союз. Значит, он вернулся из... Откуда он вернулся там? Из Танзании. Вернулся в Москву. И чувствует себя плохо. Его положили в больницу и не могут понять, что с ним происходит. А у него прям что-то как-то вот... Все болит, ничего не помогает. Вот, значит. И лежа в унылой больничной палате, он вспоминал начало своей карьеры, как совсем недавно жил в Москве и мечтал уехать из СССР. Значит, с раннего детства Владимира увлекался иностранными языками, грезил путешествиями по миру. Значит, чтобы получить возможность выехать из СССР, необходимо было запросить специальное разрешение, указав железобетонные причины для выезда за пределы страны. Процедура подачи заявления на выезд в капиталистические страны была особенно сложной. Желающие посетить капиталистический мир должны были продемонстрировать образцовую репутацию, безокоризненное прошлое и политические связи и свидетельства предыдущих поездок в Восточную Европу. Лица, претендовавшие на выезд в эти части света, должны были заполнить анкету на пяти листах с вопросами о семейном положении, трудовой биографии, случаях нарушения советского законодательства и родственников, проживающих за границей. Наконец, желающим покинуть СССР необходимо было предъявить доказательство крепкого здоровья. Весь процесс был трудным и напряженным, разрешение на выезд выдавали очень долго или не выдавали вовсе. Еще раз, да? В чем моя претензия? Что конкретно мне во всем этом не нравится? Если вы рассказываете об этом иностранному читателю, то, возможно, подобного рода упрощение. Еще раз, все не так. Не то, чтобы прям сильно все не так, но все сложнее и требует больших пояснений, требует большего количества комментариев. Здесь, чтобы, условно, не отвлекаться от темы и чтобы текст не разбухал дополнительными подробностями о том, как был устроен Советский Союз, многие детали опускаются, но из-за этого текст выглядит как разговор с садовцем. И это в переводе, я не знаю, может быть, англоязычному читателю этого более чем достаточно, но мне, русскоязычному читателю, который знает, что как бы все не так однозначно и там должно быть больше, это выглядит какой-то чудовищной примитивизацией. То есть Советский Союз выглядит крайне примитивным, примитивно устроенным и обществом крайне примитивно устроенным, и люди, которые в нем стоят, они крайне примитивно мыслят, поступают, говорят, и так далее, и так далее. Все вот эти попытки реконструировать образ человека, что он думает, как он себя ведет в той или иной ситуации, почему этот парень поругался с этой девушкой, почему этот парень разлился на этого парня и задушил его в приступе. Например, не важно, да, то есть это все выглядит какой-то чушью. То есть правда, это это графомания. Такая, причем на документальных основах, но это все, ну-ка, это графомания. Это такая, ну, профессиональная ужас. Когда ты погружен в тему, когда ты интересуешься этой темой, опять-таки, не то, что жизнь геев какая-то особенная тема, но в принципе, жизнь геев в Советском Союзе какая-то особенная тема, но в принципе, как бы, или она всех интересует. Вот, да, до определенной степени есть определенные обстоятельства, почему тебя эта тема может интересовать. И не только потому, что прямо сейчас мы активно восстанавливаем Советский Союз. Где-то там у меня было недавно уже видео про то, что принятие всех этих законов про усиление гей-пропаганды, оно в конце концов приведет к тому, что геев начнут стрелять на улицах. Посмотрим. Ну, сажать точно, значит, ну, скорее всего. Колесо этому надо прокрутиться. Вот, короче, да, я про то, что когда ты интересуешься этой темой, ты выясняешь про жизнь геев в Советском Союзе много подробностей, которые, с одной стороны, как бы очевидно, что они должны были бы быть. Ну, как вот, принудительное освидетельствование в психиатрических лечебницах на предмет того, гей ты или не гей. Я знаю вот историю там, да, человек, который рассказывал историю, что это было, по-моему, в Киеве, или, ну, да, по-моему, Киев, вот, или, короче, это была Украина, значит, у них была вечеринка такая своя, тематическая. Вот, и там как-то так вот было, что вот там, условно, тут вот слева кудритокаря, справа кузнеца, здесь у тебя там секретарь комсомола, здесь у тебя там, значит, профессор с кафедры, то есть люди такие достаточно уважаемые в городе с социальным статусом, да, вот, их накрыла, значит, милиция в тот момент, и вот там довольно большую группу людей со статусом повезли в психиатрическую лечебницу, где, значит, заставили раздеться, нагнуться и доказать, что они не занимаются анальным сексом. Таких, вот, таких историй много. Они существуют, они присутствуют. Они существуют параллельно с историями про конверсионную терапию, параллельно с историями про насилие, параллельно с историями про очень конкретную культуру, принятую на зонах, да, в тюрьмах, параллельно с историями художников-артистов и прочей богемы, которых все это не касалось. Все гораздо сложнее, все гораздо сложнее устроено, сложнее смоделировано, более сложные стратегии, более разнообразно, чем вот то, что мне пытаются предложить вот в книжке Рустема Александра «Закрытые». Это все интересно, и это все заслуживает и внимания, и изучения. И главное, как бы, если вы все-таки собираетесь делать исследование, то это должно быть исследование с цифрами, данными и графиками, грубо говоря, нежели это пересказы своими словами, своими не очень умными словами чужих историй. Вот. Собственно, в самом начале, когда я это не шкодил с словами, я сильно взбесила. Вот сейчас я как бы так могу про нее, я прям, не то, что я пытался сесть и записать, очень хотелось поругаться матом. А сейчас как бы поспокойнее и, собственно, и аргументация повнятнее. То есть это плохое исследование, плохо написанное, плохо составленное, плохо изученная тема. Очевидно, что человек просто пленился. На самом деле, да, то есть, как бы, если ты вертишься вокруг архива врача, который занимался конгрессионной терапией, все твои истории только исключительно про этих людей. Ну, как бы, это что, все геи, которые были в Российском Союзе? Да нет, ни хрена, не все геи лечились. Опять-таки, там есть одна глава про попытку лечения женщин, да, вот, и как бы на этом, собственно, и заканчивается. Не было лесбионок в Советском Союзе. Вот. Ну, короче, вот. Ну, грустно и обидно. Вот. Я попытаюсь сказать такую штуку. Собственно, грустно и обидно в каком смысле? Мы много ругаем товарища Столяна, и понятно, за что. Вот. Но никто, ну, как там, возвращаясь к Фишману и Милову, да, мы очень, как-то, много ругаемся, много пиздим, так, пиздительно, не мешки ворочить. Если вы считаете, что, ну, как бы, если вы ставите себе целью, там, условно, победить Путина в том виде, в котором он есть сейчас, да, то один из вариантов, одна из стратегий, это не только ходить с канала на канал в Ютубе с рассказом про то, что Акила промахнулся и со дня на один режим Путина падет. Как вот, опять-таки, Абаз Галямов, который, вот его куда не позовут, на любой канал человека, зовут, человек приходит и говорит, все, это конец режима, все, я вам говорю, это конец режима. Вот, 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 мобилизация, вот, если Путин объявит мобилизацию, это будет конец режима. Я вам говорю, он не усидит. На штыках сидеть неудобно. Значит, что там еще? Бунт, бунт Пригожно, это конец режима. Все, 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 все. Путин не усидит, это конец режима. То есть, вот, остались считанные месяцы. Валерий Соловей, который ходит по всем каналам и рассказывает, что он из последних сил, вот, последние, последние два месяца у него осталось, потом последние полгода у него осталось, потом последние полтора года у него осталось. Но вообще он при смерти, он из последних сил, он прям уже не может держиться. Короче, вот, кроме того, чтобы пиздеть, еще имело бы смысл что-то делать. Одно из, что-то делать, например, опять-таки, если Путина так волнуют трансгендеры, то, наверное, имеет смысл выходить в эфир, да, и ну, заниматься этим, рассказывать, то есть, ну, ребята, вот, давайте смотреть, как это работает на самом деле, давайте общаться, давайте разговаривать. То есть, я понимаю, что есть условный там какой-нибудь Карен Шейнян, но он тоже, он тоже этим не занимается. Вот, он себя репрезентует как такового, здравствуйте, вот он я, да, но он пытается быть журналистом, он не пытается быть геоактивистом. Вот, а здесь нужна другая история, здесь нужна история, когда, ну, совсем, грубо говоря, какая-нибудь Екатерина Михайловна, какое видео без запоминания, Шульман, вот, какая-нибудь Екатерина Михайловна наконец-то разберется в вопросе и начнет о нем говорить грамотно, да, например, там, или условный Майкл Наки возьмет и сделает отдельную передачу про, и понятно, что это не его тема вообще, в принципе, у него и так с каналом все хорошо, но в принципе, да, то есть, как бы, когда люди начнут, окей, Путин сказал про очередных трансгендеров, давайте разберемся, что он имел в виду, мы позвали в студию трансгендеров, к примеру, давайте с ними пообщаемся, вот, кто-то должен это делать, а когда вот это делает вот так, как делают в книжке, это, ну, говнина какая-то, вот, как это, да, ну и, в общем, сейчас еще что-нибудь дочитаю, еще что-нибудь запилил, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, лайки, колокольчики, не отключайтесь, завтра будет стрим, какой-нибудь, все, всем пока, в таком, пока, сейчас, lementник, это, что, вот, в felt, а, я наша, 蹴, пос said,